Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить краткий обзор пуль немецкой компании H&Sport. Сегодня я расскажу о пулях в калибре 9 мм, 356 диаметр, вес 145 грейн, 9,4 грамма, тип пули HP и HS. Пули выпускаются у нас в коробках 100, 500, как в нашем варианте, и 2000 штук. На 2000 штук я упаковку, признаюсь честно, ни разу не видел. Вот так у нас выглядит пуля. Вот такая необычная у неё HP-форма. Пуля, в первую очередь, предназначена для практической стрельбы. Ну, также подойдёт для охоты, да, вот из карабинов под патрон 9х19 Luger, который, в принципе, сейчас активно выпускается и в России, да, и за границей. Компания H&S у нас известна в первую очередь производством довольно-таки качественных пуль для пневматики всевозможных вариантов. Вот, то есть тут компания преуспела. Ну, также она выпускает пули для нарезного оружия. В основном, конечно, это линейки пистолетных пуль, да, там, каких-то карабинных редких калибров, типа, там, 44-х, 45-х и так далее. Но, в принципе, выпускает также и классические винтовочные, да, то есть, там, 312-е для 7,62х54, 308-е, 223-е и так далее. Вот, не суть. То есть, эта вот пуля у нас позиционируется, как экспансивная пуля, да, потому что вот у нас в обозначении идет HP, полая точка, да, и вот мы здесь ее видим. То есть... Ну, на самом деле, конечно, по пулем вот этой компании, HelloPoint, полая точка, ну, не знаю, как она отрабатывает, да, потому что, в принципе, все пули компании H&Sport, да, для нарезного оружия, ну, среди, так скажем, профессионалов, да, кто знает эти пули, то есть, они даже у нас обзываются просто гальваника, то есть, гальваническая пуля. Вот, способ производства здесь довольно-таки бюджетный, ну, и пуля, в принципе, у нас тоже бюджетная, то есть, здесь никаких технологичных изысков нет, то есть, обычный свинцовый сердечник, на него одевается, образно говоря, полимерная рубашка и гальваническим способом все это покрывается медью и закрывается лаком. То есть, так скажем, омедненно-гальванический способ, да, здесь, вот. Ну, опять-таки, вот этот способ, да, и эта полимерная рубашка, она делает пулю относительно чистой, да, то есть, я бы вот поставил пули вот типа компании H&Sport, да, вот между свинцовыми пулями, да, и вот обычными стампаковой оболочкой, то есть, пуля слабо-слабо загрязняет ствол, практически не загрязняет, да. Пуля, соответственно, у нас имеет среднюю жесткость, то есть, ну, что-то вот между оболочкой, да, и свинцово-содержащей. По скоростям производитель рекомендует работать на скорости более 320 метров в секунду. В принципе, гарантируется здесь отсутствие таяния и стирания свинца в стволе, ну, что, само собой, разумеется, да. Пуля 9,4 грамма, то, которую я рассказываю, она, конечно, несомненно, является тяжелой под боеприпас 9х19, но, опять-таки, не самый тяжелый, не субсоник, субсоник там 10 грамм, по-моему, по весу идет, хотя, слушал я, что, в принципе, и эти пули тоже на дозвук запускают, там, в принципе, у кого-то получается, у кого-то нет. Отзывов по охоте непосредственно по этой пули, вот, из карабинов, да, под 9х19 патрон у меня нет, но, в принципе, да, то есть, она такая же пуля, как та же самая, 8-граммовая Ашпишка, да, этой же фирмы, с которой, вот, ребята, в принципе, и Лиз Билли, да, то есть, и Бобров, то есть, по большому счету, пуля на охоте может использоваться, ну, опять-таки, тут нужно брать в расчет ее БК, которого, в принципе, как такового у производителя нет, вот, мощность непосредственно калибра 9х19, да, поэтому я бы ограничил охоту с этой пули 100 метрами, и то, в принципе, какие-то нужны приборы, да, или коллиматор, или оптика, потому что пуля относительно такая слабоватая, и калибр слабоватый для охоты, вот, ну, в принципе, по этой пуле, наверное, у меня все, да, то есть, в этом калибре в 9х19 у компании HN довольно-таки широкая линейка пуль, да, то есть, там и РНки, круглый нос, они там, по-моему, 8, 9, 9,5 грамм, и вот о шпишках, так называемая экспансия, там они 8, 9 и 9, по-моему, с половиной тоже есть грамм, ну, ТСки с полоским носом, СВКшки, то есть, они, в принципе, по весовым категориям не скажу, но они тоже выпускаются этой компанией. По большому счету, конечно, еще одно из преимуществ этой пули, да, это ее цена, то есть, если мы возьмем, ну, тот же самый Хаупоинт, да, там, Ашпи, ну, от того же Спиро даже, да, то, в принципе, он будет в два раза дороже, чем эта пуля, ну, а про Хорноди, да, там, или Хаупо, или Экстопи, я вообще не говорю, то есть, другое дело, что качество, конечно, у Хорноди и у Спиро, ну, так же в разы лучше, да, чем стоимость, но, с другой стороны, для меня, в принципе, калибр 9х19, он всегда являлся, ну, и, наверное, будет являться, в первую очередь, калибром для практической стрельбы, так, скажем, для подстрелушек на охоте, ну, скорее всего, потому что у меня нет такого калибра, поэтому я так к нему отношусь, ну, релоуд калибра 9х19, несмотря, опять-таки, на стоимость отечественного боеприпаса, сейчас довольно-таки распространен, вот, в основном, конечно, релоудят спортсмены, да, то есть, кто, именно спортсмены, кто работает в тирах, вот, потому что, ну, качество магазина боеприпасов, оно заставляет желать, как бы лучшего, да, то есть, все равно приходится патрон купленный в магазине раскинечивать, да, с порошком приходится повозиться, ну, и, соответственно, если вы раскинечили патрон, то, по-большому, что-то лучше поставить туда, какую-то импортную пулю, да, у которой, в принципе, лучше характеристики. Ну, теперь давайте я вам скажу, какая длина нашей пули. Так, длина нашей пули 16,49 миллиметра. Ну, и сейчас наше классическое взвешивание. В принципе, пули компании HN никогда не отличались у нас прямо отличным качеством, но, с другой стороны, цена 144,9, первая пуля, 144,9, вторая пуля, 144,8, третья пуля, 144,5, четвёртая, ну, тут уже ближе, 144,3, ну, давайте, шестой уж, 144,1, ну, вот, в принципе, 0,8 грейн, хотя я думал, что будет хуже, да, то есть у нас, так, 144,2, и 144,9, 0,7, 0,7 грейн у нас здесь идёт погрешность, но, я вам скажу честно, для этого калибра, для стоимости, да, этой пули, это, в принципе, ничто, и в процентном соотношении, я вам покажу, тоже, это не так всё критично страшно. Вот, господа, всё, что знал, рассказал. Спасибо вам огромное за внимание. Подписывайтесь на наш канал, кто ещё не подписался. Хороших вам охот, удачных точных стрельб, берегите себя, вот, сейчас коронавирус, здоровье, самое главное, вам и вашим близким. Вот, будем надеяться, что скоро и охоты откроют у нас в полном объёме, так скажем. Вот, ну, надеюсь, что скоро всё вернётся на круги своя. Всё, друзья мои, всех благ, до новых встреч! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова